здравствуйте коллеги мы начинаем наш пятый обучающий семинар и сегодня я хочу вам рассказать про очень животрепещущую тему что такое системы что такое системный подход вот очень часто любят обвинять в интернете друг друга люди что у тебя не системный подход а какой-то без системы но мало то знаете такой системный подход так уже используют как устоявшиеся выражения мы как системные аналитики давайте изучим что такое система что такое системный подход начнем мы как обычно с того что мы сегодня изучим вот у нас 5 тем мы изучим системы и свойства кратенько расскажу про историю развития наука системах более-менее детально расскажу что такое системный подход какие методики системного анализа существуют и что в принципе такое системный анализ и немножко расскажу про инструментарий буквально очень очень кратко потому что в этих вот темах трех последних темах которые мы сегодня рассмотрим я как бы заострю ним не застрю даже внимание а покажу то что мы будем делать следующих занятиях на следующих занятиях темы которые мы будем изучать на следующих занятиях вот я опять картинку такую красивую нарисовал для вас чтобы вы смотрели так что такое система вот никита ты мне скажешь что такое система не смотри сюда он на твой взгляд систем вот те горит система система катерина система что-то совокупность взаимосвязанных компонентов совокупных взаимосвязанных да можно так сказать но самое важное системе то что есть некое системное свойство системообразующие свойства которое не сводится к простой сумме ну сумме в кавычках свойств элемент то есть это очень важно что нельзя допустим вот есть например гвозди да есть мешок гвоздей можно ли рассматривать мешок гвоздей как систему наверно в каком-то в какой-то мере можно но скорее всего это не система потому что нет никого система образующего свойства у мешка гвоздей которая несу не сводится к простой сумме свойств этих самых гвоздей вот как будто то есть это очень тонкий момент и нужно понимать что само понятие система и вообще системный подход он это просто методологии это наш способ осмысления окружающей реальность то есть как таковых систем не существует объективно то есть это мы придумали мы люди ученые которые хотим осмыслить окружающий нас мир придумали вот такое понятие как система и выделяем именно системы и в системном подходе мы рассматриваем систему именно с такой системной точки зрения то есть как таковых если человек не было вот был бы такой мир не населенный мыслящими существами там наверное ну системное и нет выделяется три свойства любой системы то есть у каждой системы есть три свойства 1 свойство это эмерджентности это вот то самое несладимое системообразующее свойство которую система существует вот наличие системообразующего свойства называется эмерджентностью от английского слова merge то есть возникает возникает некая эмерджентное свойство которое система образующая для системы второе свойство у любой системы это целостность систему можно рассматривать только как полную взаимосвязь своих компонентов и связи между компонентами важны вот целостность система обозначать наличие вот этих связей их самое главное их ценность нельзя рассмотреть систему не рассматривать связи и самое главное что вокруг системы от андрей что вокруг system вот как называется то что вокруг системы есть вот система а вокруг нее что прочитаю среда среда сейчас мы снащиваем слайде видим то есть вот эта система и среда вокруг нее так вот ценность связи внутри среды, о, внутри системы, прошу прощения, выше, чем ценность связи между системой и средой. То есть в этом заключается свойство целостности. И третье свойство системы – это иерархичность. Что это значит? Что элементы системы сами по себе могут рассматриваться как системы, то есть являться подсистемами, рассматриваемой системой. И сама система, возможно, является элементом какой-то более системы высокого уровня над системой. И, в принципе, вот это вот свойство иерархичности переводит, что весь, вся Вселенная вокруг нас – это, в общем-то, система. Одна такая, одна большая глобальная система. Потом можно углубляться, углубляться, углубляться. Но это если рассматривать физические объекты. Естественно, системы могут быть любой природы, в том числе не физические. И давайте рассмотрим семь терминов, сколько? Семь, да, терминов, которые очень важны в системе системном подходе, вообще в системологии, в теории систем, ну, кроме самого термина «система», который центрально является для нас сегодня, первый термин… Первый термин – это среда. Среда – это все то, что не входит в систему. Все, что эту систему окружает. Вот есть система, есть среда. Иногда говорят такие неправильные термины, как «внешняя среда» и «внутренняя среда». Вот, например, это врачи любят говорить «внутренняя среда организма». Ну, это безграмотный термин – среда, она всегда только внешне. То есть, то, что врачи имеют под внутреннюю среду организма в виду – это то, что вот если организм как система, да, у нее есть подсистема, там, кардиомаскулярная, как это называется, сердечно-сосудистая система, там, нервная система, еще какая-нибудь мочеводелительная, желудочно-кишечный тракт. И вот для вот этих вот подсистем всего организма как системы внутренность организма является средой. Вот они это имеют в виду под внутренней средой организма. Но это термин безграмотный, я повторюсь именно с точки зрения системного подхода. Второй термин – структура. Структура – это способ взаимосвязи между элементами. То есть, вот вид топологии взаимосвязи, как это можно назвать, то есть, как вот элементы друг с другом соединяются – это структура этой рассматриваемой системы. Состояние. Состояние системы – это, если рассматривать систему в какой-то момент времени, у нее есть состояние. Фактически, состояние – это срез значений параметров, значимых параметров для системы с точки зрения вот того, как мы ее рассматриваем. То есть, вот какой пример можно привести. Если рассматривать, например, человека как систему, да, и изучать его, именно его жизнедеятельность, значимыми параметрами для изучения могут являться там температура и артериальное давление. И, соответственно, состояние – это фактически пара из температуры и артериального давления на текущий момент времени. Так, и надо, конечно, перевернуть вот эти два. Соответственно, элемент – это основная, составная часть системы, взаимодействие между элементами образует структуру системы. А процесс – это динамическое изменение системы во времени, то есть, переход из состояния в состояние. Соответственно, если вот у нас есть человек как система, у него два значения – температура тела и артериальное давление, то вот при изменении температуры тела, как бы переходит, производится переход из одного состояния в другое. Синергетикой называется возникновение некоторых специального вида процессов диссиплативных в процессах. в системах химических реакций, в которых звучал вот этот мужчина, улыбающийся. Собственно, когда вы слышите про синергетику, то там любят менеджеры говорить в таких, где вы сегодня были, если человек не знает, что это такое. Вот, дальше. Да, тоже улыбающийся мужчина, по-моему, нет, уже умер тоже. Изобрел теорию хаоса. Есть такая теория хаоса. Именно вот этот человек сказал, что бабочка в замахивающей крыльями, где-то там в штате Аризона, вызывает через год ураган на индийском побережье. Ну, в общем, вот теория хаоса, она вышла из теории динамических систем и говорит о таких вещах, как очень сильные изменения, ну, в общем, достаточно узкоспециализированная вещь теория хаоса, но она интересна тем, что рассматривать системы в их нелинейной динамике. То есть, те, кто погружаются в нее, становятся очень умными людьми. И вот еще один такой вот лысый профессор разработал, ну, не он один разработал, там была целая когорда ученых, теория катастроф. Она, в принципе, из теории динамических систем вышла и какие-то положения теории хаоса взяла. Эта теория катастроф рассматривает динамику систем в очень экстремальных условиях, когда происходит перелом состояния. То есть, вот все, вот эти вот, ну, можно сказать, вот начиная с этого уровня, вот эти все, которые ниже, достаточно четкие математические науки, там гигантский математический аппарат под ними заложен. Вот, соответственно, я не называл никого из тех, кто здесь изображен. Кто-нибудь из вас, мне хоть кого-нибудь можешь назвать? Наталья Сергеевна, ты кого-нибудь знаешь? Здесь из этих людей. Ну, вот. Вот наш человек, который стоял вообще в основе всех. Екатерина. Итак, значит, это Бертоламфе, Карл Людвиг фон Бертоламфе. Он то ли биологом был, то ли врачом вообще, вот разработал общую теорию системы на основе своих наблюдений. Потом уже положение общей теории системы больше на такую прикладную тему взяли. Вот это Джон фон Нейман. Собственно, про архитектуру фон Неймана вы должны были все слышать. Вот это он ее разработал. Вся вычислительная техника современная основана на архитектуре фон Неймана. Это Норберт Виннер, отец, в кавычках, кибернетики. На самом деле, я не могу сказать, что он прямо отец был кибернетики, там целый коллектив работал, но вот он написал книгу «Кибернетика» или «Управление связью животного в машине». И после этого все пошло кибернетик и кибернетик. Это Илья Романович Пригожин. Уехал из Советской России, а сел в США, разработал там пиори динамических систем. Это Эдвард Лоренц. Он работал над теорией хаоса в применении к прогнозированию погоды и, в общем-то, придумал все вот эти приложения, математический аппарат теории хаоса. Это Игорь Владимирович Арнольд. Наш математик, по-моему, он даже еще жив. Итак, системный подход. Системный подход – это один из вариантов методологии научного познания. Тут есть вот научная система мира, к которой мы, я надеюсь, все принадлежим. Потому что есть много разных других систем мира, но только научная из них является правильной, валидной и хорошей. Вот, значит, системный подход – это одна из методологий научной системы мира, в основе которого лежит просто рассмотрение объектов, изучаемых явлений в виде систем. Что такое систему мы изучили. И, собственно, есть выделено 8 столпов системного подхода. В рамках системного подхода мы изучаем компоненты системы, то есть набор элементов, ее структуру, то есть взаимосвязь и как эта взаимосвязь выглядит, топология связи, функции системы, предназначение системы, ее цели. Причем цели рассматриваются. Вот есть общая глобальная цель системы и можно дерево целей по цели расписать, понять. Пятый столб – это ресурсы, которые требуются для работы системы. Шестой столб – источник иммержентности, то есть то самое системнообразующее свойство или свойства, которые именно делают систему системой. Седьмой столб – это взаимодействие со средой, то есть вот мы систему обсмотрели, выходим более вовне, смотрим как она со средой взаимодействует, со смежными системами, с надсистемой и так далее. И последний, восьмой столб – это изучение системы в историческом аспекте, то есть вот как она развивалась в динамике и как будет развиваться в будущем. И для того, чтобы системный подход исповедовать и применять, используется системный анализ. То есть это уже конкретный метод научного познания, который мы применяем, когда изучаем какое-то явление, объект и так далее. Соответственно, он заключается в установлении структуры, взаимосвязи между элементами системы, описания ее целей, функций и так далее. Вот все то, что я сказал на предыдущем слайде. И, собственно, вот здесь вот я 10 пунктов расписал. Это то, что делается обычно, когда готовится какое-то решение. То есть задачей системного анализа является подготовка некого решения. То есть решение в таком, в очень общем смысле понимания этого слова. Есть некий объект или некоторая стектруация, некоторое явление, относительно него нужно подготовить решение для того, чтобы это решение принято. Вот, собственно, алгоритм принятия решений. Из 10 пунктов он есть. И в рамках инструментария, в рамках инструментария, вот эти 10 пунктов, они конкретизируются. И мы, собственно, рассмотрим некоторые методики на будущих занятиях. Это вот я выделил 5 методик. Опнера, Клейда, Янга, Голубкова и Черняка. Но мы рассмотрим, скорее всего, одну или максимум две. Скорее всего, рассмотрим самую такую мощную методику опнера. Дальше мы рассмотрим, что такое исследование операций. И, в частности, различные методы оптимизации. Это вот все входит в исследование операций. Я приведу примеры, которые вот на наших проектах используются именно в этом случае. В целом, исследование операций это что? Когда у нас есть стандартная, стабильная ситуация с полной информацией. То есть, есть некая система, о которой можно изучить все. И вот к ней применяются методы исследования операций для того, чтобы понять, что она себе представляет, как-то ее оптимизировать и там перейти. То есть, из состояния as is в состояние to be. Это мы тоже рассмотрим. И мы рассмотрим некоторые нотации. В частности, я вот выделил 4. 3, на самом деле. Это Unified Modeling Language и UML. Очень-очень кратко. Я потом каждому скажу, что изучать, куда почитать. Потому что сам UML можно изучать там годами, и не выучить. Но в рамках одного занятия можно магистральные пути расписать. На какие диаграммы обратить внимание. На какие методики в рамках UML. Методологию структурного анализа с нотациями EDAF0 и EDAF3 изучим. И мы изучим нотацию BPMR. То есть, бизнес-процесс модели Modular Notation. Это самая такая общая стандартизированная нотация для описания бизнес-процессов. То есть, по-нашему, технологических операций. Собственно, это все нам предстоит. Я надеюсь, до конца года мы все это изучим. На этом все. Спасибо за внимание. Примеры источников эмерджентности. Примеры источников эмерджентности. Вот возьмем стул как систему. Стул состоит из элементов. Ножки, сиденья, спинка. Ни один из этих элементов не может полноценно, ну, вычеркнем слово, полноценно просто не может предоставлять пользователю функцию сидения на нем. А когда мы его соединяем в систему под названием стул, является свойство, эмерджентное свойство. Возможность сидеть на нем. Вот, пример. Понятно? Компьютер. Система. Каждый элемент по отдельности не предоставляет пользователю возможность работать на нем. Даже если взять процессор, который, в принципе, исполняет, является универсальной машиной Тьюринга, но без обвязки, без периферийных устройств, он сам, по себе, пользователю не годится. То есть, с ними невозможно взаимодействовать. То есть, нужна клавиатура, нужна мышь, нужен дисплей. Когда мы все это соединяем в систему, появляются свойства возможности работать в спорте. Гуд? Подумай. Гуд, меня смутило просто слово источник. Источник эмерджентности? Ну, это я так назвал. На самом деле, это вот то самое свойство, которое вот нужно найти. Вот откуда системность берется? Солнечная система. Где источник эмерджентности? В чем? То есть, что в Солнечной системе есть такого, чего нет у каждого ее элемента? То есть, Солнце, планет, Луна. Подумайте на досуге. Притяжение планеты, это что они там? Ну, сама планета, гравитационные волны вокруг себя распространяют и без наличия Солнца и всех прочих. А гравитация, они друг с другом взаимодействуют. Ну, можно еще придумать там Солнце и спускает солнечный ветер, и лучи какие-нибудь излучения. Тоже взаимодействуют. В общем, подумайте вот над этим. Источник эмерджентности в Солнечной системе. Очень для разминки мозгов интересная задача. Все. Никит, у тебя, наверное, никогда есть вопрос. Нет вопросов. Андрей. Наталья. Все. Все, всем спасибо. До новых встреч. В следующий раз мы изучим что-нибудь более интересное и прикладное.